В эфире канала ОТС программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Распространение огня способствовали многоцепленной взрывы газовых баллонов. В зарево ночного пожара на Абгэсе горели складские помещения. Чудом обошлось без жертв. Выходил на контрагентов и предлагал содействие в растрате денежных средств управления. Судный день для экс-начальника управления мировых судей. Чиновник обвинили в особо крупной растрате. Здравствуйте, товарищи. Слова напутствия полицейские проводили сводный отряд на Кавказ. Крупный пожар в производственном комплексе на Абгэсе тушили больше четырех часов. Обстановка осложнялась тем, что в здании находились не только горючие материалы, но и газовые баллоны. ЧП присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Опасность заметили под вечер. Когда стемнело, зарево от разбушевавшейся стихии было видно за несколько километров от места ЧП. Пламя настолько быстро распространялось по корпусам, что когда прибыли первые расчеты, площадь возгорания уже дошла до тысячи квадратов. Часть кровли обрушилась. На улицу механизаторов тут же стянули дополнительные силы. Внутри находилась большая горючая загрузка в виде автомобильных шин и полимерного производства полимерной продукции для строительной отрасли. Огонь распространялся стремительно, ввиду отсутствия ограждающих конструкций. На момент прибытия людей из зданий не было. Пожару был объявлен ранг пожара номер три из пяти, установленных для города Новосибирска. Судя по дубльгису, в этом комплексе располагались 12 предприятий, и все так или иначе связаны с лакокрасочным производством и автомобильными шинами. К тому же пожарным удалось вынести из горящих помещений 15 газовых баллонов, предотвратив взрыв. На ближайший частный сектор огонь не пустили, люди не пострадали. А вот из-за чего все произошло сейчас, выясняют специалисты. Пламя тушили под сотню бойцов спасательного ведомства на 26 спецмашинах. Дополнительные силы прибыли со всего города. К месту ЧП даже подогнали пожарный катер, а воду брали прямо из реки Обь, проложив магистраль в 4 километра. В Кольцово полуголый мужчина попытался увезти в лес троих детей. Одному из мальчишек удалось сбежать, и он смог позвать на помощь родителей. Те освободили остальных маленьких пленников и задержали их обидчика до приезда полиции. В местном паблике очевидцы тут же изложили свою версию произошедшего и подкрепили сказанное фотографиями. Мужчина, как оказалось, весь день в неадекватном состоянии, разгуливал по Кольцово и приставал к жителям. Причем многие узнали в этом человеке своего соседа и подсказали, что у него есть справка о психическом состоянии. Следственный комитет назначил проверку. А вот Сдвинскому маньяку уже зачитали приговор. Мужчину обвинили в растлении детей из Новосибирской области. В деле 123 эпизода. Решением Доволинского суда педофила отправили на 18 лет в колонию строгого режима. О чудовищных преступлениях стало известно только летом прошлого года. 49 изнасилований и 74 действия сексуального характера. Все это было совершено в отношении школьниц, поэтому судебный процесс шел в закрытом режиме. Известие о предпочтениях соседа быстро разошлось по деревне. В сдвинке осужденного все знали, у него была собственная пилорама. В Центральном районном суде сегодня стартовал процесс по очередному громкому делу, связанному с хищением бюджетных средств. Причем отвечать перед законом пришлось управленцу, который по долгу службы курировал деятельность мировых судей в Новосибирской области. Виктор Черкунов возглавлял областное управление по обеспечению деятельности мировых судей. Под следствие он попал летом 2018-го, после того, как правоохранители выявили масштабную недостачу различной техники, которая закупалась для нужд учреждения по госконтрактам. Черкунова на время даже взяли под стражу. В итоге ему инкриминировали растрату, совершенную в особо крупном размере. В ходе исполнения государственных контрактов в период с 2014 по 2018 год с помощью приисканных им из числа сотрудников судебного департамента пособников выходил на контрагентов и предлагал содействие в растрате денежных средств управления путем предоставления документов о поставке товаров и оборудования при фактическом частичном их отсутствии. По подсчетам правоохранителей ущерб превысил 4,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела, в сговоре с фигурантом были его зам Сергей Соколов и руководитель компании-подрядчика «Маленгрупп» Максим Фишер. Эта фирма поставляла в управление компьютеры, телефоны, кондиционеры и прочие полезные изделия. Однако большинство контрактов были исполнены лишь частично, а по последнему оборудованию и вовсе не дошло до адресата. При этом оплата производилась в полном объеме. Причем финальную подпись на документах ставил именно Черкунов. К слову, его предполагаемые компаньоны вину признали в полном объеме и получили условные сроки. А вот Виктор Александрович с самого начала отрицал свою причастность к преступлению и по-прежнему не согласен с выводами следствия. Я подписывал документы как начальник управления по все документы и подписывал только после подписания этих документов всеми сотрудниками, которые отвечали за ту или иную работу. С моей стороны была допущена халатность, чтобы выразить в том, что я не проконтролировал получение товара. Как только я узнал о недостаче, я принял все меры для того, чтобы эту недостачу ликвидировать. Стоит отметить, что по версии следствия Черкунов якобы был в доле с Соколовым и Фишером, но никаких денег так и не получил, хотя махинации с госконтрактами продолжались на протяжении ряда лет. В общем, история весьма запутанная, и разобраться в ней предстоит участникам судебного процесса, который пока только набирает обороты. Леонид Лишенко, Тарас Тарасов, экстренный вызов. Полицейские Барнаула задержали на своей территории новосибирцев, которых заподозрили в сбытии наркотиков. Мужчина и женщина попались как раз в тот момент, когда сооружали тайник-закладку. Криминальный дуэт специализировался в основном на синтетике. При личном досмотре у драгдилеров изъяли 8 полиэтиленовых свертков с запрещенным веществом. Еще 20 таких же пакетиков нашли у фигурантов в жилище. Уже известно, что наркотики они покупали оптом через интернет. К другим темам начали рабочую неделю с дебошем. Две нетрезвые компании этой ночью устроили потасовку на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска. Разгонять участников драки пришлось экипажу патрульно-постовой службы. Этот перформанс не пропустил, кажется, никто из жителей пятиэтажки на Блюхера. Восемь парней решили продемонстрировать молодецкую удаль в 2 часа ночи, а может быть, просто что-то не поделили. Но их громкие крики и звуки ударов разбудили мирно спящих людей. Они и вызвали полицию. Увидев стражи порядка, нарушители спокойствия мигом присмирели и очень быстро разбежались по домам. И последнее. Сводный отряд новосибирских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ. Правоохранители будут поддерживать порядок и безопасность в этом регионе. Здравствуйте, товарищи! На плацу Центра профессиональной подготовки МВД патрульные, дорожные полицейские, участковые, кинологи и криминалисты. Не вчерашние выпускники вузов, которые совсем недавно надели погоны, а опытные бойцы, готовые выполнять самые сложные задания. Следующие шесть месяцев сводный отряд новосибирской полиции проведет в Дагестане, вдали от дома и родных. Служба не только почетная, но и нелегкая, а порой опасная. Уверен, коллеги, что и вы сегодня, убывая в служебную командировку, с честью и достоинством исполните свой служебный долг. И самое главное, благополучно, по окончании служебной командировки, живыми и здоровыми вернетесь домой. Сводный отряд проводило руководство областного главка МВД, коллеги, ветераны службы и священнослужители. Очень скоро полицейские сменят своих товарищей, которые уже провели на Кавказе 180 дней. Их давно ждут дома. На этом пока все. Берегите себя. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok